Всем привет, давайте стартать. Окей, сегодня мы с вами будем обсуждать такую штуку, как вот вывод, это часть компьютерных наук, достаточно важная, лучше про это знать. Буду опираться как на презентацию открытого урока, так и на честную презентацию, с которой мы работаем, когда в обычном формате с студентами работаем, так что буду переключаться. Так, давайте убедимся, что у меня слышно-видно. Я чатик себе открыл, если напишите туда плюсик, вообще будет круто. Павел, спасибо вам. Так, значит, ну повторюсь, сегодня тема открытый урок. Вот вывод из курса компьютер-сайенс. Чего сегодня мы с вами делаем? Знакомимся базово, там уже вы мое лицо видели на картинке, плюс еще по видео, я надеюсь, транслируется. Я расскажу немножко вам про то, чего такое OtoS и чего мы предлагаем. Ну и дальше пойдем уже в хардовую часть и поговорим про аппаратуру, про программную часть, про то, как жесткие диски работают. Будет чуть-чуть интерактива, но с учетом того, что у нас это все-таки идет с задержкой на ютубе, я думаю, что, наверное, я там... Вот простые достаточно вопросы, я вам просто объясню ответы на них, почему так. Ну, чтобы мы там сильно ваше время не давали. После всего мы покажем вам команду курса, расскажу в целом о курсе, ну и будет возможность немножко пообщаться, там, задавать вопросы, если у вас какие-то появятся. Окей, так, значит, правило. Разрешается и всячески поощряется участвовать. У меня на втором компуктере открыт чат, поэтому я буду видеть ваши вопросы, не стесняйтесь их задавать. Ну, в обычном формате еще мы даем возможность включать микрофон самим участникам, но сейчас это не очень удобно в силу трансляции на ютубе. Поэтому, ну, будем работать вот в таком асинхронном формате. Что это за собой влечет, я могу не увидеть сразу ваш вопрос, могу его пропустить. Поэтому, если вдруг я на него не ответил, а на другие вопросы ответил, то вы не стесняйтесь повторить, во второй раз я точно увижу. Окей, так, давайте про ОТУС расскажу. Значит, миссия нашего проекта – это образование для повышения качества жизни. В чем смысл вообще этой фразы? Значит, вообще изначально ОТУС позиционировался как такая B2B-платформа, то есть мы не очень работали с частными лицами. Мы в основном работали с уже профессиональными разработчиками, человек, который получает деньги за работу в IT-сфере. Ну, это не только разработчики, это были и тестировщики, и аналитики, и архитекторы, вот все такое. Собственно, я на самом деле, собственно, начал взаимодействовать именно как пользователь, и там был курс такой по архитектуре, мне очень-то была тема интересна, нужно было там теоретическую себе подготовку улучшить, ну и, соответственно, я принял участие. До этого еще в одной конторе проходил обучение. В общем, мне все понравилось, ну а потом, собственно, так получилось, что начал с ОТУСом работать на нескольких курсах и до занятия. И фокус в том, что, ну, в общем-то, есть такой социальный запрос, есть большое количество людей, которые хотят не улучшить свои знания, чтобы там, например, по грейду вырасти, там, с мидла до сеньора или с джуньора до мидла, а вообще, в принципе, разобраться с тем, как IT-шка-то устроена. То есть очень большое количество людей, в общем-то, в IT-сфере не имеют профильного образования. Ну, мне повезло, я по этой теме учился, я заканчивал там университет по специальности математик-поргамист. Специалитет такая еще штука, которая была тогда еще, сейчас уже такого не очень присутствует, особенно по моей специальности. А вот, и мы начали делать профессиональные такие курсы, что-то типа воркшопов, которые давали возможность погрузиться человеку с околонулевыми знаниями в сферу разработки в разных ролях. Ну, опять же, аналитики, разработчики, тестировщики и тому подобное. Но сейчас мы видим еще большую потребность в том, чтобы давать фундаментальные знания и основы. То есть, ну вот на этом курсе у нас есть пункты программы, где мы пишем код, но помимо этого прочего, мы много рассказываем про вещи, которые не то чтобы прям повсеместно применяются в каждодневной разработке. Вот, например, сегодняшняя тема ввода-вывода, если брать, например, веб-разработчиков, то они, ну, очевидно, работают с сетевым стэком, но про другие части в меньшей степени они беспокойны, потому что, ну, собственно, взаимодействие с операционной системой идет через браузер. А браузер это вообще сама по себе операционная система внутри операционной системы. Там еще один уровень абстракции, многие вещи упрощаются. С другой стороны, если, например, вы разработчик какого-нибудь драйвера, то тогда, возможно, вас это гораздо в большей степени волнует, потому что вам необходимо работать с одной или несколькими операционными системами, каким-то образом ваше устройство адаптировать так, чтобы оно могло общаться на одном языке с программной оболочкой. И тут, ну, конечно, эти знания непосредственно применяются на практике. Но важно то, что вот этот курс Computer Science, да, он позволяет вам создать некоторый фундамент такой насмотренности, наслышанности, который позволит вам избежать магического мышления. То есть, ну, когда человек не разбирается в теоретической, фундаментальной какой-то основе технологии, с которой работает, она начинает восприниматься как магия. Ну, вот есть там какой-то компьютер, там вот есть какие-то токи, что-то там идет, но вот я в это все не лезу, потому что сложненько. Ну, на самом деле, ничего такого прямо совсем сложного нет, все это можно разбираться. И вот сегодняшняя лекция, она, в общем-то, такая обзорная, потому что, ну, тема ввода-вывода, она одна из самых ключевых, в принципе, в сфере информационных технологий, потому что это способ коммуникации между разными девайсами. То есть, компьютеры тем хороши, что они могут быть заточены под определенную задачу. Ну, вот, например, такая штука, как жесткий диск. То есть, она исключительно умеет хранить какую-то информацию и отдавать эту информацию. Больше она ничего не умеет. А для того, чтобы ее обрабатывать, нам, соответственно, нужны какие-то другие инструменты. И важно, что на самом деле мы можем воспринимать какие-то инструменты и устройства способом, похожим на то, как мы работаем с альтернативными решениями. Например, есть такая штука, как RAMFS. То есть, это драйвер, который позволяет взять часть оперативной памяти и использовать ее как, собственно, файловую систему. Есть еще технологии, которые позволяют вгрузить часть памяти, которая на жестком диске, непосредственно в видеокарту. Это активно используется при обработке больших ассетов. Ну, например, это есть в компьютерных играх, либо в генерации обработки какой-то большой сцены, из которой нужно какие-то взаимодействия сделать, ну, причем для кинематографа. Вот, это тоже часто используется. Ну, и на самом деле сейчас активно в видеокарточки используются, например, для машинного обучения. Там тоже бывают большие объемы данных. И иногда бывает эффективно хранить их где-то рядом с непосредственно частью устройства, которое производит вычисления. Вот, ну, то есть, в общем, вот такие вот моменты. Это я сейчас не то, чтобы лекцию уже начал, я больше про то, чем мы занимаемся, да. Такие вот моменты, которые позволяют устранить магическое мышление и понять, что, в общем-то, ну, да, это все на информационной технологии, это человек придумал, это не какие-то академические измышления, это непосредственно решение определенных задач. То есть, ну, на самом деле, вот то, что вот эта вот коробочка, которая у нас стоит на столе или ноутбук, оно вообще, в принципе, там что-то выводит, и у него получается там работать с разными языками, и это все корректно отображается, еще и разные размеры мониторов, разная какая-то периферия, это все очень большой путь. То есть, ну, вот, например, даже банально такой стандарт, как USB, ну, там сейчас USB-C, да, такой универсальный разъем, который позволяет нам подключать любые устройства, это целое дело. То есть, раньше практически любое устройство подключалось, ну, там, своим способом, заточенным под непосредственно протокол взаимодействия. То есть, это такой программно-аппаратный комплекс решений, которые позволяли решать определенные задачи. Сейчас, ну, многие вещи стандартизировались и простились, это круто. Вот, ну, и, собственно, понимание вот этих всех вещей позволит вам на основе вот этого вот знания гораздо легче и лучше двигаться в эти сфере, чем если бы просто вот там научились клепать какие-то формочки. Хотя клепание формочек – это тоже очень важная вещь, потому что если у вас просто академические знания, то этого, мягко говоря, недостаточно. Но, если вы знаете, почему, что и как, и историю какую-то, то обычно гораздо проще практику себе наверстать. Еще важный момент. Отус имеет образовательную лицензию, то есть, ну, мы образовательная организация. И наши курсы – это программа повышения квалификации профессиональной переблаготовки. То есть, в общем, тот сертификат, который мы выдаем, ну, я про него там чуть-чуть расскажу, после лекции непосредственно, это образовательный документ. То есть, это не просто бумажка, а она там имеет буквально номер и определенный вес. То есть, это именно сертификат, документ, который подтверждает, что вы прошли программу повышения квалификации профессиональной переблаготовки. И это может быть важно для многих государственных организаций, и это может быть интересно для частных организаций. И что важно, поскольку мы вот в таком B2B-сегменте работаем, в общем, там многие компании, в которых есть помимо зарплаты какие-то дополнительные плюшки, они вот могут предлагать вам какое-то обучение за счет компании. И вот с нами им гораздо проще работать, если у них это не просто там какой-то бюджет, который они могут вывести, а ну, где это, подходят к этому формально и, ну, в общем, грубо говоря, борются с коррупцией и нерациональным расходованием средств. То есть, у нас все это официально, то есть, даже если вы там работаете в каком-нибудь государственном банке, то это все без проблем может работать. Можно обращаться к нам. Ну, и плюс важный момент, что курсы, которые мы готовим, они учитывают требования к специалистам на открытые вакансии топовых компаний. Ну, то есть, мы анализируем HeadHunter, там мой круг, с HeadHunter вообще у нас там есть взаимодействие, там они нам регулярно предоставляют информацию о срезе по зарплатам, по требованиям типовым, которые преподаватели дают. То есть, ну, мы вот на это все смотрим и регулярно обновляем содержимое программ. Вот, собственно, ну, так в цифрах. В настоящий момент у нас 154 преподавателя-наставника в базе, студентов больше, чем 16,5 тысяч. Учебных групп при этом ведется больше 910. И, собственно, как мы это все делаем? На самом деле у нас на каждом курсе есть некоторое количество преподавателей. Ну, по-моему, там, то, что я видел, от 5 до 10. Это зависит от количества потоков одновременных, от тематики курса. Там, например, у нас под JavaScript есть тема такая, целый модуль, посвященный Angular. Я вот, например, на Angular не очень умею писать и не очень хочу. Ну, вот так вот сложилось. Но я эти занятия не веду. А с другой стороны у нас есть тот товарищ, который хорошо шарит в этой теме и может интереснее подробно рассказать. Ну, и, собственно, зачем мне там пытаться по-быстрому научиться и рассказывать про технологии, с которой я реальной работы не имел. Когда есть вот человек, который про это классно расскажет и буквально там на опыте того, чего у него на неделе происходило, примеры какие-то приведет. То есть тут еще важный момент, что мы преподаватели практики. То есть у нас есть люди с опытом преподавания в системе высшего образования. Ну, в том числе я, например, преподавал в вузах. Был у меня такой небольшой опыт. Ну, это обычно по совместительству было. Но это скорее такой наш жизненный опыт. В общем и целом мы все практики программисты, которые пишут код и этим зарабатывают денежку себе. Значит, уже пять лет существует образовательный проект наш. У нас целая куча образовательных программ. Ну, собственно, на сайте можно увидеть, что их целая куча. Еще вот, кстати, страничка нашего курса. Ну, об этом мы поговорим подробнее чуть позже. То есть, ну, там вот у нас целая куча всего. Там по программированию практически все популярные языки программирования у нас охвачены. Есть вещи, связанные там с Data Science, с Game Dev. Ну, и инфраструктура, куда без нее. Ну, там, например, если хотите к Тераформе научиться, это штука для того, чтобы разворачивать автоматические всякие инфраструктурки на основе облаков. Вот, пожалуйста, у нас есть на эту тему отдельный целый курс. Так, ну, и, собственно, вот еще есть у нас больше 90 партнеров. Это те, кто работают с нами в плане трудоустройства студентов. В общем, в этом направлении тоже у нас есть. Ну, никаких гарантий мы там не даем. Это глупая гарантия, вот то, что там обещать лично. Вот вы там, ну, поучим вас и трудоустроим. Это, на самом деле, очень история такая сложная. Но есть прецеденты, когда вот наши студенты показывали, демонстрировали, и после этого там через нас находили работу. Окей. Давайте все-таки перейдем к теме там нашего ввода-вывода. Собственно, переключусь я на презентацию, с которой мы работаем, когда преподаем. И начнем вообще, в принципе, с того, чего такое этот самый ввод-вывод. Вообще, на самом деле, это достаточно такая кривольная штука вообще в том, как устроена информационная технология. То есть это группировка такая знаний о том, как вообще, в принципе, элементы компьютера и разные компьютерные системы взаимодействуют друг с другом. То есть ввод, это то, что приходит на обработку в программе, аппаратному компоненту, чему угодно. А вывод – это результат этой обработки, реакция. То есть, в общем-то, в этом отношении компьютерные системы пытаются быть похожими на живые организмы. То есть какой-то раздражитель и реакция. Ну и тут кратенький у нас есть пример аппаратуры ввода-вывода. Ну, очевидно, самое первое, с чем мы взаимодействуем – это клавиатура и мышь. То есть это штуки, которые у нас могут посылать сигналы в компьютер. Причем, что интересно, вот, например, у меня прямо сейчас передо мной есть мышка, которая работает по протоколу Bluetooth. Рядом… А, даже нет, на самом деле обманул. Я вот сейчас на нее посмотрел повнимательнее. У меня есть переключатель. Я могу работать по протоколу Bluetooth, по протоколу радиосвязи. И на самом деле ее еще можно подключить напрямую через USB, да. Так-то раньше еще был такой смешной разъем PS пополам, который такой с небольшим жалом и кучей маленьких игл. Вот, можно было втыкать и кайфовать. Ну, вообще, если честно, один из самых отвратительных, оставшихся нам в наследие разъемов, потому что у него не было поддержки такой штуки, как plug-and-play. То есть можно было… Это тоже само по себе было революционным решением, когда во время работы компьютера можно просто… Извините, заговорился. Можно просто вытаскивать устройство, подключать его, и вот оно все работает. На самом деле это тоже не сразу было. И есть даже некоторый атовизм вот в Windows, что когда вы просто так вытаскиваете флешку, то вам сообщает система, что, знаешь, было бы неплохо безопасное извлечение устройства сделать. Кстати, на самом деле мы будем говорить о дескрипторах, которые у нас открывает операционная система на взаимодействие с файлом, и будет понятно, почему, собственно. Неплохо бы и безопасное извлечение делать, чтобы эти все дескрипторы закрывались, чтобы программы, которые работают, корректно это все завершали. Ну, в общем, это важный момент. То есть помимо банальных устройств ввода, есть еще такая интересная штука, как жесткий диск, который помимо того, что умеет принимать информацию, он может ее обрабатывать. И на самом деле современные жесткие диски – это маленькие компьютеры внутри компьютера, потому что они подключаются, очевидно, не напрямую, там вот этот вот магнитный диск через SATA, там есть контроллер, который каким-то хитрым образом вообще пытается оптимизировать деятельность. То есть это маленький компьютер, задача которого сделать так, чтобы этот жесткий диск работал побыстрее и там с меньшим количеством ошибок. Ну, флеш-память тоже все знают, вот там телефоны, флешки, все дела. Также на самом деле компакт-диски – это тоже аппаратура ввода-вывода. То есть, ну, я думаю, что сейчас достаточно редко приходится пользоваться прожиганием компакт-диска, но тем не менее это точно такой же носительной информации. Я вам больше скажу, на самом деле, вот, ну, собственно, твердотельные накопители сейчас, наверное, самые популярные, потому что они стали довольно-таки дешевые. Жесткие диски тоже популярны, но на самом деле до сих пор активно используется хранение данных на магнитных лентах, то есть это прям такие огромные бобины. И удивительно, это используется в таких достаточно прогрессивных решениях. Например, есть такая штука, как AWS, Amazon Web Services – это облако от Амазона. Крайне популярное решение для организации распределенных систем. И вот у них есть один из сервисов – это S3, Simple Storage Service, то есть простой сервис для хранения данных. И, ну, по сути, это такая API-шка, которая позволяет тебе хитрым определенным образом хранить файлы на удаленном сервере, иметь программный API, и с недавних пор даже вообще появился драйвер для файловой системы, для Linux и Mac точно насчет винды, честно скажу, не знаю, который позволяет вам смонтировать bucket в S3 в качестве раздела на персональную систему и пользоваться им, как будто это обычная папочка. Это вот тоже достижение стандартизации, что можно вот такую хитрую драйвер написать, который будет на самом деле чисто по сети работать через API, и системные вызовы по работе с файлами будет трансформировать его, вызовая API-шки этого самого S3. Ну, на самом деле, это, кстати, не так уж удивительно, потому что 100 лет в обед решению с сетевыми дисками. То есть похожая технология была использована для того, чтобы адаптировать для работы с S3. Ну, так вот, и у этой штуки есть подсервис, который называется Glacier, ну, это ледник, по-моему, по-русски будет, где вы можете за гораздо меньшее деньги хранить огромные объемы данных, но в случае с S3 у вас мгновенный доступ, ну, в случае там каких-то сбоев может быть там до часа, по-моему, у них есть SLA, да, соглашение уровня сервиса. А вот Glacier там, по-моему, то ли 15 часов, то ли 20, сейчас не вспомню, плакала моя сертификация, раньше я это прям помнил наизусть. Ну вот, и, в общем, суть в том, что это реально данные хранятся на огромных лентах, целые вот, ну, залы и залы с этими лентами, и, ну, грубо говоря, занимает время на то, чтобы эти данные разархивировать, да, то есть, чтобы ими можно было пользоваться. Но это, в основном, используется для того, чтобы долговременные журналы какие-то хранить. На случай, если, например, у вас там выяснилось, что три года назад была какая-то подозрительная транзакция, но вы это не можете хранить в своей базе данных постоянно, у вас, например, там время хранения два месяца, но вы по закону обязаны банковские транзакции там несколько лет хранить, к вам обращаются там соответствующие службы, и вы берете, достаете всю эту историю и вперед. Ну, конкретно я банковскими системами на ВС не занимался, ну, потому что, сами понимаете, я в России, у нас не очень доверяют внешним сервисам. Вот у нас была история, что во исполнении американского законодательства, я в другой компании работал, нам нужно было фиксировать, это какой-то штат требовал такую историю, нам нужно было фиксировать все взаимодействия с искателями в стиле «Тогда-то он к нам обратился, собеседование провели, и, ну, какая-то причина отказа, если вдруг его не взяли». Ну, в общем, там это вопрос легитимности отказа, чтобы если вдруг, например, человек через какое-то время решит как-то поспорить с этим решением, то у нас была информация об этом, мы могли это предоставить в суд, например. То есть, вот такой закон в штате есть, и мы это все выполняли. То есть, по сути, самый интерес вот этого момента с Водвлэдом – это то, что мы совершенно разные штуковины можем единым образом использовать в одной системе и таким образом расширять возможности компьютера. Ну, например, вот есть совершенно гениальная шина, которая называется PCI-Express, которая позволяет, например, подключать видеокарты. Видеокарты – это вообще целый компьютер внутри компьютера, и на основе этой шины обмена мы можем очень удивительные вещи создавать, ну, типа там каких-нибудь нейронных сетей или 3D-моделей, которые выглядят практически как в реальном мире. Рассчитывать там освещение в реальном времени – это, ну, круто. Окей, так, давайте сейчас двинемся чуть-чуть дальше насчет классификации устройств вывода. В общем, есть две схемки такие. Это с Википедией. Они такие, ну, стандартизированные. Ну, это на самом деле вопрос того, как мы хотим группировать, да, девайсы. Ну, тут, смотрите, вот есть устройства вывода, они подрастеляются на скоростные, среднескоростные, низкоскоростные и, ну, модуляторы. Это как отдельная история, там, сетевое взаимодействие. Вот, то есть низкоскоростные – это обычные средства отображения, они бывают, там, индивидуальные, коллективные. Ну, тут, в принципе, все понятно. И, по одной стороны, неплохая классификация, но, если честно, на мой взгляд, она чересчур наукообразная, да. То есть вот есть еще другая история с примерно тем же самым вариантом для устройств ввода, но я предпочитаю немножко другую классификацию. Вот, в общем и целом, есть у нас устройства ввода человеческие и устройства вывода человеческие. То есть вот это, там, мышки, клавиатура, трекпад, джойстик какой-нибудь или, там, не знаю, штурвал, вот можно себе, там, для симуляторов брать. Так, и устройства вывода для людей – это колонки, это дисплеи какие-то, проекторы, если надо. Дальше у нас есть группа – это устройства хранения данных. То есть это, например, жесткие диски, SSD-шки, USB-шки, карточки какие-нибудь, это может быть даже тот же самый диск, да. Следующий класс – это устройства какие-то для коммуникации. Это, там, например, сетевая карта или модем для того, чтобы, там, 4G-модем, например, чтобы в интернет выходить. Или, например, это может быть вообще банально, там, сетевая карта и Vitaipara. То есть это тоже устройство. Дальше, значит, сенсоры. Ну вот с сенсорами немножечко поинтереснее. То есть это может быть, например, микрофон. То есть сенсоры у них самые классные – это то, что они аналог превращают в цифру. Но мышку на самом деле можно тоже до некоторой степени туда отправить, потому что она, ну, по сути же, вот движение за счет отражения луча идет. Поэтому мышка, она тоже может быть в некоторой степени и сенсором. Или, например, в джойстике есть вот эти вот стики небольшие. То есть джойстик – это, на самом деле, такое устройство с целой кучей инструментов ввода. Например, еще может быть устройство ввода, такое как датчик движения или датчик дыма или датчик влажности. Ну, то есть вот такого рода история. И, ну, есть еще целая куча вещей, которые такие вещи в себе. Ну, типа, например, сканер штрих-кодов. То есть, ну, с одной стороны, это штука, которая, в общем-то, сенсором. То есть она пытается увидеть какое-то отображение. С другой стороны, на внутри себя это изображение обрабатывает и выдает тебе, ну, уже готовые данные по штрих-коду. То есть, ну, ее так сложно отгруппировать. Вот. Или, например, там камера какая-нибудь с тепловизором. Ну, то есть там уже все сложнее. Собственно, ну, классификация этих всех устройств, она достаточно важная, но она зависит от перспективы, с которой мы смотрим. Ну, вот представленные схемы и то, что я рассказал, но они имеют право на жизнь. Давайте немножко про основные концепции. Первое самое, чего нужно знать, это такую штуку, как шину. Значит, шина – это цепочку устройств прямого доступа к компьютерной системе, через которые передается информация от одних устройств к другим. Вообще, на самом деле, очень интересно, что многие решения аппаратные, они имеют воплощение в том числе и в программном исполнении. То есть, по сути, шина – это такая труба с подцепленными к ней устройствами, которые можно… Вот Егор, кстати, еще в качестве примера сенсоров датчик температуры на процессоры. Ну, да, на самом деле, вот есть еще момент, что материнская плата – это тоже сама по себе она компьютер, то есть она вот эти все взаимодействия делает. Но мы сейчас чуть более низкоуровневые вещи обсуждаем, потому что, на самом деле, поверх этого уже коммерческих решений целая куча, и там все очень интересно. Ну, так вот, давайте про шину. Значит, труба, к ней подцепляются устройства, причем они могут подцепляться, на самом деле, по разным протоколам, по разным аппаратным решениям, и смотрите, какая история. Вот, например, у нас есть шина PCI, у нас есть графический контроллер, он может, например, быть на видеокарте, да, и мы подключаем в разъем, ну, например, HDMI, монитор. Соответственно, у нас есть возможность получать некоторый буфер данных. Буфер – это просто кусочек памяти, грубо говоря, да, который определенным образом сформирован, то есть там байтики в определенном порядке, с определенными смещениями указаны, и вот этот буфер по проводу прям может вгружаться в буфер уже монитора. Ну, а монитор, этот свой буфер может отображать, ну, просто пиксели красит, да, и там подсветочку включает. Вот, дальше у нас может быть такая история, что мы хотим данные какие-то для, ну, прежде чем, например, отобразить что-нибудь на мониторе, мы хотим этот буфер как-то процессором посчитать. Соответственно, мы можем запросить эти данные из шины, обработать и вернуть дальше. Вот, есть еще важный момент, что у нас может быть, например, такая штука, как интерфейс расширения шины, который позволит нам в дополнительной шине подключить клавиатуру или последовательный порт. Вот, то есть дополнительный момент – это контроллер ACSI, ну, про него чуть подробнее будем дальше, на котором диск расположен. То есть представьте себе ситуацию, у вас задача. «Хочу, значит, нажать два раза на файлик, и чтобы у меня проигралось видео. Нам нужно считать мышки эти клики, обработать их как-то, сделать системный вызов на открытие файла, этот файл прочитать или открыть на чтение в виде потока, каким-то образом обработать этот видеопоток, ну, например, из данных видеофайла, сделать просто набор пикселей, да? И вот этот буфер с пикселями мы должны передавить через графический контроллер на монитор. То есть банально для того, чтобы проиграть видео, нам нужно использовать и контроллер ACSI, и мост памяти, и графический контроллер, и дополнительно еще в нашу шину подключить еще одну шину, чтобы она обрабатывала с клавиатурой или мышкой какие-то значения, да? То есть получается такая история, что у нас все взаимодействие между частями компьютера – это такие рельсы, на которых поезда могут друг к другу вагончики передавать, в процессе эти вагончики могут каким-то образом преобразовывать свое содержимое, или они могут заезжать, например, в цех какой-нибудь, где чего-нибудь еще делается содержимое вагона, и при этом у нас есть определенный стандарт, по которому каждый из кусочков этого процесса может вклиниваться в другой процесс. Вот, собственно, таким образом и устроено взаимодействие. Значит, по сути, любая шина – это цепочка или интерфейс взаимодействия между процессором и всеми остальными устройствами ввода-вывода. То есть она позволяет передавать данные между процессором и устройствами ввода-вывода, которые все подключены к системе. То есть, ну, на самом деле, процессор главный. Главный такой девайс в компьютере. То есть, по сути, шина предоставляет синтетизированный метод взаимодействия центрального процессора со всеми этими устройствами и обычно стараются сделать так, чтобы эта шина работала максимально быстро. Потому что, как мы понимаем, общая скорость системы ограничена самым медленным участком системы. И, ну, смотрите, какой момент. Если мы берем тот же самый процессор, то внутри него вычисления обалденно быстрые. Ну, то есть там прям это все супер оптимизировано. Ну, даже банально, расстояние, которое должен пройти сигнал, оно гораздо меньше. Соответственно, там чаще можно вносить какие-то изменения. Вот. И уже когда пачка какая-то данных готова, то ее нужно отправить дальше. И вот этот транспорт тоже должен быть максимально быстрым. Ну, собственно, самые популярные шины – это, например, BCI – это периферийный компьютерный интерфейс. Ну, или чаще это все расшифровывают как Peripheral Component Interconnect. То есть периферийное компонентное взаимодействие. Еще вариант шины – это USB, да. То есть, собственно, USB расшифровывается как Universal Serial Bud, да. То есть универсальная линейная шина, да. То есть это шина, которая позволяет вам по определенному протоколу гнать вообще произвольные данные. Собственно, по этой причине по USB можно подключать принтер, по USB можно подключить модем. Он просто будет… ну, там есть еще такая HIT – Human Interface Device протокол. Ну и, по сути, в общем, при подключении устройства по USB, устройство само сообщает системе, что оно за устройство. И если в системе есть соответствующий драйвер, то оно может взаимодействовать по шине USB так, как будто, например, у нас подключено сетевое устройство. Или, например, так, как будто у нас подключен SATA-диск. Вот. Ну, кстати, вот еще момент. Есть контроллер SCSI, он позволяет нам универсальным образом работать как с SATA-дисками, так и с SSD-дисками, там, по M.2 протоколу. Ну, правда, единственный момент – M.2, они все-таки ближе уже идут к процессору и PCI-экспрессу. Вот. То есть, на самом деле, там это все по немножко другой шине идет, ближе к PCI-ной, но тем не менее. Но, с другой стороны, SSD-шки у нас тоже по SATA-протоколу могут идти, тогда там ACSI будет работать. И, соответственно, именно по этой причине это медленнее происходит. Значит, ну, собственно, шины – это основной способ взаимодействия. То есть, как вы можете видеть, у нас, например, есть процессор, у которого есть внутренний кэш, при этом есть внутренний контроллер мост памяти, выполняющий шины взаимодействия между памятью. Но, в общем, это такая сцепка процессор-кэш-память, она сама по себе очень тесная, и там, ну, крайне важно максимальное быстродействие, поэтому, ну, такого универсального решения нет. Собственно, во многом именно сокет, вот это вот, ну, обычно это воспринимается как физическое воплощение, да, там, ну, у AMD раньше были, там, ножки, которые втыкали. Сейчас у них, по-моему, уже такого нет. Соответственно, разные сокеты – это не только способ заставить вас покупать новую материнскую плату, но это, собственно, интерфейс взаимодействия между процессором, кэшем, памятью и основными шинами компьютера. Вот, то есть, это суперважная история, потому что это именно то, что позволяет индустрии выпускать множество разных компьютеров, множество разных устройств к ним, и они, блин, вообще почти все между собой совместимы. Это, это суперкруто. Собственно, PCI – это стандартный интерфейс для взаимодействия девайсов. Ну, единственный момент, он в силу своих физических характеристик не стал таким популярным, как USB, но он дает просто прекраснейшую скорость. То есть, это позволяет скоростные какие-то устройства подключать, ну, типа, например, видеокарты, или какое-то время назад были даже отдельные физические карты, ну, потом это все начали встраивать в видюшки. Там, например, вы можете звуковую карту или сетевую карту тоже через PCI-Express. То есть, вот смотрите, например, у вас компьютер, например, по какой-то причине не имеет Wi-Fi, встроенного в материнскую плату, вы хотите заиметь себя. У вас есть возможность по PCI-Express подключить Wi-Fi карту, у вас есть возможность по USB подключить карту. Ну, и, в общем-то, учитывая скорость современного USB интернета, в принципе, не так важно. Ну, если вы, например, захотите какой-нибудь себе в несколько гигабит Wi-Fi, то, ну, в общем, USB может не хватить. Так. Чего еще хотел? Ну, значит, еще важный момент, что PCI-Express это параллельный интерфейс, который использует обобщенную шину обмена. Это значит, что по одной шине может быть подключено множество ресурсов. То есть, ну, например, есть последовательные порты, ну, там про них чуть-чуть попозже расскажу, там они подключаются. А, ну, кстати, что попозже, вот он из CSI. То есть, смотрите, суть в чем. Мы можем в шину PCI параллельно воткнуть графический контроллер, например, IDE-контроллер для дисков, и, ну, например, мы можем туда еще воткнуть вот сетевую карту, да. С контроллером из CSI немножко по-другому. Мы последовательно подключаем диски, и, в общем, там, когда у нас все это запускается, то вычисляется, какой последний диск, и он, в общем, при работе с ним контроллеру выдает, что он терминирующий, то есть он последний. Вот. Но это завязано на особенности реализации, потому что иногда нам хочется воспринимать множество дисков как один, и тут вот последовательный подход – это более эффективное решение. Так. Кстати, если у вас какие-то вопросы в процессе появляются, то вы не стесняйтесь, задавайте их. Ну, значит, каждый порт имеет обозначение свое и номер в системе. Ну, то есть, на самом деле, в Linux, например, каждый порт – это вообще, ну, по сути, файл. То есть, это сокет, который можно чего-нибудь послать. Вот. Ну, в Windows там чуть-чуть больше абстракции, из-за этого иногда бывает чуть сложнее работать, а вот, ну, на POSIX всяких системах – все просто. У вас каждое устройство и порт, который существует – это просто файлик, который вы можете послать какие-то байтики. Вот. Ну, и есть еще важный момент, что есть виртуальные порты. Ну, это вот компорты, например, тоже являются виртуальными, которые позволяют вам имитировать какое-то устройство, которое на самом деле физически не подключено. Например, вот эта беспроводная связь, да, то есть это Bluetooth или радиосвязь. Получается так, что у вас нет коннекта прямого к этому устройству, например, вышку, да, вот это нам никак не подключено. Но, когда у нас это устройство подключается к системе, то для нее создается виртуальный порт. То есть если ты хочешь подправить данные на мышку, а не на клавиатуру, то ты пишешь вот ее файл. Вот. Это удобно. То есть есть еще такое понятие интерфейса ввода-вывода, да, то есть это понятие вообще, которое включает в себя и логическую, и аппаратную часть, то есть в сцепке вместе. То есть, например, у нас есть интерфейс USB модема, соответственно, для этого интерфейса должна быть реализация в системе в виде драйвера для того, чтобы это все работало. Вот. То есть в качестве физической части у нас прям, ну, физика, то есть это контакты, это какие-то антенны и тому подобное, и логическая часть, это набор правил обмена сигналом между устройствами, которые в этом интерфейсе работают. Вот, ну, набор этих правил иногда называется протоколом, чтобы, ну, отделить вещи, и реализация этого протокола, это непосредственно драйвер. То есть, ну, вообще интерфейс это такое понятие в целом айтишное, вот, в языках программирования часто используется понятие интерфейса. Есть графические интерфейсы, то есть это способ взаимодействия с компьютером, вот, например, графический интерфейс браузера включает в себя там поле строки ввода, а вот графический интерфейс приложения, которое в браузере рисует PDF-ки, включает в себя там возможность что-нибудь нарисовать, там кнопочки какие-то, у нас есть возможность пролистывать по страничкам и тому подобное. Вот, а программный интерфейс, например, это может быть API какой-то, это если ты к нам по такому-то адресу отправишь вот такие-то данные, то мы, ну, примерно вот такой ответ тебе дадим. Окей, так, ну, еще важный момент. Про контроллеры, значит, все устройства имеют свое имя и адрес, и, соответственно, у нас контроллер устройства, это штука, которая в памяти в операционной системе забирает себе чуть-чуть для буфера, то есть, ну, грубо говоря, у вас могут быть какие-то сбои при взаимодействии с разными частями системы, и если эти сбои произойдут, то ваш коннект может потеряться, и это может произойти, например, при, ну, в процессе передачи данных. Ну, например, представьте себе ситуацию, что у вас по сети какой-нибудь шлется файлик, там, не знаю, вы котика отправляете товарищу в Телеграме, например, и у вас все хорошо-хорошо, бах, вы зашли там в метро, интернета нет, да, ну, и, соответственно, получится так, что если у вас там, ну, там, в любом случае прерывание случится, там, переключится, ну, выпадет ошибка о том, что нет сетевого соединения, но фокус в том, что на самом деле вы, когда у вас сеть восстановится, сможете продолжить с того же места, на котором закончили. Ну, честно сказать, это грубоватое объяснение буфера, но на текущий момент, наверное, это самое простое, что я могу вам сказать. Вот, то есть, на самом деле этот буфер, он частично находится в специализированной памяти устройства, частично он находится в оперативной памяти самой компьютерной системы. То есть, ну, это все обеспечено для надежности, то есть вы избыточно храните часть данных для того, чтобы в случае сбоя они не потерялись. Вот, ну, и, собственно, вот, например, для Direct Memory Access контроллеров выделяются определенные адреса, вот, для контроллера прерывание свои адреса, таймеры все на своих адресах, ну, то есть, это, на самом деле, вот еще важный момент, внутри компьютера есть таймер. На это завязано очень много, если, например, у вас, а, ну, например, вот в материнской плате есть такая круглая таблетка-батарейка, она в том числе нужна для того, чтобы таймер шел, то есть даже компьютер, когда у вас выключен, все равно, на самом деле, таймер тихает. Вот, поэтому, если у вас батарейка сядет, то будут некоторые сложности даже с запуском. Вот, соответственно, у вас может быть с 2F8 по 2FF и с 3F8 по 3FF последовательные порты, ну, то есть, то, о чем как раз я говорил про жесткие диски. Вот, соответственно, контроль жесткого диска расположен совсем рядом, 320-32F. Ну, в принципе, на самом деле, ладно, я не буду сильно проговаривать эту табличку, потому что это спецификационная штука, вы ее можете легко нагуглить, когда это вам будет нужно. Ну, суть в том, что, на самом деле, под каждое устройство, под каждый тип устройства, у вас есть определенные адреса. Например, вот есть такая штука, как IDE, это типовой интерфейс для подключения внутри корпуса компьютера через слейфы внутренних дисков, устройство CD и DVD-ROM. Вот, ну, на самом деле, IDE, эта штука достаточно устаревшая, и для подключения этих устройств используется интерфейс SATA, ну, тут говорится, что он высокоскоростной, но мы понимаем, что, на самом деле, там, например, M.2 сейчас уже побыстрее. Но зато через M.2 вы не подключите себе CD и DVD-ROM. Но, кстати, есть еще важный момент, что современные решения позволяют эмулировать этот SATA интерфейс через USB, и поэтому можно совершенно спокойно через USB подключать жесткие диски и CD-ROM. Собственно, контроллер и шины CSI, Small Computer System Interface, это та самая штука, которая позволяет вам подключать цепочки CSI-устройств. То есть, это могут быть диски какие-то, CD и DVD-ROM-ы, ну, даже Blu-ray, по-моему, по этой же самой шине работают. Если вспомнить, по-моему, да, там тоже самое работает. То есть, суть в том, что вы организовываете цепочку внешних устройств, каждый из них соединяется с CSI-кабелем. Ну, то есть, если хоть раз компьютер собирали, то там очень такой большой шлейф, к которому можно подключить и диски, и читалки дисков. Ну, я вот просто в молодости работал сборщиком компьютеров, давно компьютеры нравятся, и я это неоднократно применял на практике. Это тот важный момент, что последнее устройство в цепочке, оно держит включенным терминатором. Это есть в контроллере с RAM-ового устройства. То есть, оно знает, что если после меня никого нет, то тогда нужно сообщить терминатор. Ну, это позволяет контроллеру CSI эффективнее взаимодействовать. Теперь очень важная штука, которая называется прерывание. Собственно, на основе именно прерываний и организована многозадачность в системах. То есть, ну, сейчас у нас многоядерные всякие процессоры, да, и достаточно легко представить, грубо говоря, там, одно окошко в системе обслуживается там одним ядром, другое другим, но на самом деле все работает не совсем так. Дело в том, что компьютер работает очень быстро. Ну, то есть, прям совсем быстро. Ну, условно говоря, вот там сейчас современные процессоры, там, до 5 ГГц. Так, кило – это тысяча, мега – это миллион, гига – это, значит, миллиард, да. То есть, 5 миллиардов операций может процессор в секунду выполнить на одном ядре. Вот, но на самом деле ядрышки у нас сейчас там есть технологии гипертрейдинга. Они, на самом деле, каждое ядро имеет два виртуальных потока. И, в общем, смотрите, какая суть. На самом деле, когда вы нажимаете на… Да, Егор, кстати, еще про флоппики сказал насчет EDM шины. Да, вот, ну, флоппи-диски – это уж совсем такая экзотика. Я, если честно, я их застал, даже использовал, но я молод, поэтому я не очень много про них, если честно, знаю. Вот. Окей, продолжим про прерывание. Значит, когда вы нажимаете на клавиатуре какую-нибудь кнопочку, то на самом деле мир в компьютере останавливается. И он такой, ребята, алярм, кнопку нажали, давайте-ка ее обработаем. И из-за этого, например, вот недавно читал статью, где товарищ сделал устройство, которое не имеет операционной системы и, по сути, в качестве рантайма использует интерпретатор Леспа. И, собственно, он очень сильно мучился с тем, чтобы с одной стороны не слишком часто слушать шину… Вот, помните, я тут показывал схемку? На самом деле клавиатурка подключается по шине расширения к вашему компьютеру. И для того, чтобы с нее получать информацию, по сути, компьютер много раз в секунду проверяет. Сообщенки пришли? Пришли сообщенки? И вот если вдруг замкнулась цепь, кнопочка нажата, все, сообщение пошло, и компьютер говорит, о, сообщение пришло, надо его обрабатывать. Мир останавливается на обработке этого сообщения. Но, как вы понимаете, сообщение о нажатии клавиши, оно достаточно маленькое. В свое время пошел дальше, чем надо. Вот, его можно достаточно быстро обработать. И, по сути, на самом деле, даже когда у нас процессор одноядерный и в нем один поток, мы все равно можем делать системы с многозадачностью. Происходит это примерно следующим образом. Компьютер, как я говорил, очень быстрый. И у него, например, есть 10 задач, часть из которых, ну, например, делать ничего. Ну, то есть, условно говоря, например, у нас есть несколько окошек, на них есть кнопочки. И, по сути, чего мы делаем? Мы отрисовываем интерфейс, спрашиваем каждую кнопочку, не нажата ли она в данный момент. Если вдруг нажат, то что-нибудь делаем, и все. Вот. И, на самом деле, компьютер это делает, ну, очень быстро. И он может быстренько нарисовать интерфейс. Все нарисовал, дальше продолжит рисовать другие окошки. И, собственно, по этой причине у нас компьютер может тормозить. Вот. Есть такое волшебное, там, число 60 FPS, ну, когда не тормозит, грубо говоря, да. И это означает, что у вас каждый кадр рисуется не дольше, чем 16 миллисекунд. То есть, на всю отрисовку кадра, на то, чтобы обработать все циклы отрисовки во всех программах, не больше 16 миллисекунд. Ну, как бы, 16 миллисекунд для нас это очень мало. Ну, грубо говоря, это... Вот, когда мы моргаем, это 200 миллисекунд. Вот. Попробуйте моргнуть, это 200 миллисекунд. А 16 миллисекунд это гораздо меньше. Вот. И получается так, что компьютер, чтобы не тормозил, ну, вывод, да, на экран, то он должен 60 раз в секунду успевать все отрисовать. Вот. Соответственно, то же самое касается и прерываний. Ну, и, в общем, там получалось так, что товарищ с этим компьютером на LISP, LISP это язык программирования, и он также имеет среду исполнения в виде REPL, то есть это такая консолька, в которую можно что-нибудь вводить, и оно будет там учитывать то, что вы там заводили какие-то переменные функции и тому подобное. Вот. И получилось так, что на обработку сигнала и на вот это слушание тратилось очень много процессорного времени, потому что там процессор работал, по-моему, на 16 герцах, то есть это гораздо меньше, чем то, что у нас есть, и ему приходилось, собственно, тюнить количество прослушиваний в секунду клавиатуры, потому что оказалось, что на фоне всех остальных затрат это значительная часть траты вычислительных мощностей компьютера. Вот. То есть вот эти самые прерывания происходят каждый раз, когда у нас устройство чего-нибудь сделает. Например, видеокарта рассчитала очередной кадр, да, и нужно там процессору подтвердить, что все ок. Вот. Или, например, процессор скажет, что ну-ка шейдеров мне еще навалить. То есть в процессе работы у нас компьютер опрашивает устройство, и, ну, тут написано периодически, и оно так и есть. Но на самом деле это много раз в секунду, да. То есть много раз в секунду каждый USB-порт компьютер опрашивает. Там у тебя ничего нового не появилось, и поэтому как только вы вставляете, в очередной раз компьютер спрашивает, а у тебя что-нибудь есть? И форт говорит, да, слушай, действительно, мне тут воткнули флешечку или принтер воткнули и тому подобное. Вот. То есть опрос устройства, он, по сути, организуется с помощью перерываний по таймеру. То есть все останавливается, опрашиваем устройство и идем дальше. Вот. И операционная система определяет состояние каждого устройства, которое может быть либо busy, либо error, либо comment rate. То есть все закончил, никаких ошибок нет, готовь принимать команду. Вот. То есть по сути, вот тут есть такая схемка, она организована по двум столбцам, центральный процессор и контроллер водо-вода. То есть сначала драйвер устройства инициализирует ввод-вывод, после этого контроллер водо-вывода инициирует, ввод-вывод на своей стороне уже, то есть ЦП передал данные в контроллер, и контроллер готов что-нибудь передать устройству. Вот. Все. Ввод выполнен, вывод на устройство завершен. Ну, то есть вот по USB пришли данные на флешечку, флешечка отрапортовала, что она все записала, все, замечательно, не дешевле сигнала прерывания. Процессор получает прерывание вместе с сообщением о том, что да, все, я закончила запись. Или, например, нет, все, я не могу дальше писать, потому что у меня кончилось место. Все, обработчик прерывания обрабатывает данные, это все создает события в производной системе, на которые может наша программа подписаться, ну и, соответственно, мы ее, если это ошибка, ее как-то обрабатываем, дальше процессор возобновляет обработку прерыванного задания. То есть, по сути, для того, чтобы этот цикл работал, нам нужен обработчик прерываний и вектор прерываний. Это просто массив, который содержит адреса всех обработчиков прерываний в операционной системе и используется стиль при адресовке прерывания для обработчиков и соответствующим обработчикам. То есть, грубо говоря, когда мы в нашем коде пишем, что попробуй открыть файл и если не получится, то обработать исключение. Почему может не получиться? Например, потому что мы в жесткий диск сделали запрос и выяснилось, что у нас такого файла просто нет вообще. То есть, ну, не существует. Ну и, соответственно, для каждого прерывания есть свой отдельный номер. То есть, это все зашлито на железном уровне. Это, в том числе, частично на интегральной плате реализовано. Вот. И есть там, например, целый класс ФПГ-устройств, ну, ПЛИС по-русски, в которых эти вещи тоже зашиваются на уровне физики, то есть, физическом воплощении устройства. И, собственно, это позволяет нам решить проблему курицы и яйца. То есть, ну, вот, условно говоря, кажется странным, ну, окей, хорошо, у нас есть операционная система. Как она работает? Она на наши вызовы программы, системные вызовы. преобразовывают. Окей, а как у нас вообще системные эти вызовы появились? Ну, а на самом деле у нас просто по-другому наши устройства даже работать не могут. Вот у них есть определенные сигналы, которые можно слать, и они так-то их обрабатывают. И поверх этого уже строятся операционные системы и прикладные. Окей, вот, значит, есть еще отдельный такая класс устройств, это Direct Memory Access. Вот, по сути, вот, ну, традиционная система, она, значит, работает следующим образом. У нас есть вот вывод, он направляет данные в контроллер устройства, он использует свою собственную буферную память, и это приводит к необходимости двойной пересылки данных, то есть у нас есть буфер, который есть, на самом деле у нас вообще эти данные в процессоре, да, но в процессоре сравнительно немного памяти, и в принципе логично, что у нас есть какой-то буфер в операционной системе. Ну, то есть я имею в виду память процессора, этот кэш нескольких уровней, да, то есть, ну, вообще у нас есть регистры, есть кэш, и дальше у нас операционная память есть, да, по скорости. Потом у нас уже идет всякие там SSD-шники, жесткие диски и тому подобное. Вот, получается так, что мы двойную пересылку данных делаем, сначала у нас идет буфер в операционной системе, и дальше уже идет буфер устройства. Вот, и, ну, в некоторых случаях это бывает слишком медленно, поэтому у нас есть возможность организации ввода-вывода непосредственно напрямую в память устройства, да, то есть фрагмент основной памяти используется в качестве буфера устройства. Ну, и действительно это эффективно, когда у нас устройство требует, например, в пиках много памяти и, ну, нецелесообразно поставлять это устройство с большим количеством своей памяти, ну, потому что, например, мы хотим, чтобы оно было подешевле, банально, да, или, например, потому что мы понимаем, что эта память достаточно редко на 100% будет использована, это неэффективно, ну, представьте себе ситуацию, что у вас, например, в флешке, ну, условно говоря, 100 мегабайт оперативной памяти, это достаточно странно, да, потому что получается так, что она там будет использована только при записи, ну, теоретически может такое быть необходимо, там, если вы параллельно расшифровываете чего-нибудь, ну, разрехивируете, но получится так, что флешка будет раза в 2-3 дороже, а толку с этого никакого, а у вас оперативная память уже есть в компьютере, ну, вот, пожалуйста, но единственный момент, тут нужно отметить, что флешки по ДМА не работают, это просто я в качестве примера привел, вот, то есть, ДМА-контроллер позволяет вам использовать непосредственно память компьютера как память внешнего устройства, и, по сути, он позволяет избежать участия процессора в пересылках больших объемов данных непосредственно между устройством водовывода и памятью, да, то есть, у вас просто напрямую кусочек, пишем в память, значит, пишем в буферы устройства, это удобно. Ну, собственно, как это работает, вот, у нас есть шина PCI, у нас есть к нему подключенный контроллер ДМА, есть у нас устройство по этой шине, и, по сути, памяти, у нас, ну, по сути, наше устройство врезается в память компьютера и часть памяти использует непосредственно как свою память. Ну, и более верхнеуровневый интерфейс взаимодействия между устройствами это API. Вот, это уже все построено на логических схемах, это поверх идет непосредственно физическое воплощение, это могут быть модули операционной системы, которые реализуют системные вызовы для ввода-вывода, они могут инкапсулировать поведение конкретных устройств, и, ну, фактически они упрощают вам взаимодействие. Зачем это может быть нужно? Например, если вы хотите работать с видеопамятью, но не хотите напрямую писать в это устройство, вы можете взять какую-нибудь штуку типа DirectX на винде или OpenGL открыт стандарт или, например, есть API Vulcan. В Mac OS есть API Metals, которая абстрагирует взаимодействие с видеоконтроллером и позволяет вам с разными видеоустройствами работать. Например, на Mac есть решение от AMD, есть собственное на Silicon, а еще можно, например, по Thunderbolt подключить внешний EGPU, экстерный EGPU, и все это будет работать одинаково благодаря Metals. То есть, уже это вопрос операционной системы определить, на каком устройстве все это будет считаться, как, это вас не волнует. Ну и, собственно, есть уровень драйверов устройств, который скрывает различия между контроллерами ввода-вывода конкретных устройств ядра AS. То есть, зачем это нужно? Например, у вас может быть SSD-шник от Samsung, от Kingston или еще чего-то, это конкретно свои решения. Да, они по определенным стандартам работают, но внутри контроллера иметь свои особенности. Вот, соответственно, у нас драйвер позволяет абстрагировать это взаимодействие и вы просто работаете с файловой системой не более того. Вот, собственно, вот какая интересная схема есть. То есть, представьте себе ситуацию, у нас есть ядро операционной системы, внутреннего организована подсистема ввода-вывода ядра, и где-нибудь на периферии работает наше программное обеспечение. Это программное обеспечение не взаимодействие напрямую с драйверами. Оно работает только с подсистемой ввода-вывода ввозной системы. Ну, на самом деле, конечно, можно идти в обход, но это уже экзотический случай. Вот, и, соответственно, у нас есть куча драйверов, которые проксируют взаимодействие с контроллерами, и, соответственно, уже эти контроллеры это часть взаимодействия, это часть устройства, которое, ну, и непосредственно обрабатывает сигнал и выдает сигнал, если оно является ввода-вывода. Собственно, вот еще есть очень хорошая схема по классификации устройства ввода-вывода. Мне нравится, что у нас есть режим передачи данных. Он может быть, например, символьным, а может быть блочным. Символьный – это, например, терминалы. Но давайте так. Терминал в данном случае имеется в виду честный терминал. Это вот мейнфреймы, которые использовались раньше, и фактически у вас было пользовательское устройство, которое не имеет никакого чуть-чуть вычислительных мощностей, оно, конечно, имеет, чтобы отобразить, но реальные все задачи выполняются на отдельном компьютере. И, собственно, те терминалы в системах, которые есть, они имитируют те самые старые терминалы, потому что многие решения, они базируются на тех решениях, которые были очень давно. И, условно говоря, на самом деле можно, например, сделать терминал, который запускается в браузерном окружении, который будет в итоге через несколько простроил тот слой к абстракции реально передавать на устройство символа. Но зачем это может быть нужно? У вас может быть хостинг, на котором вы хотите подключаться к серверу, и, например, у вас есть какой-нибудь удобный способ в SSH сессию открыть просто нажав кнопочку, и у вас открывается окошко, в которое вы будете вводить символы. Но, на самом деле, конечно, это все будет имитация и эмуляция, потому что браузер очевидно блочным образом взаимодействует. Ну и, собственно, пример блочного ввода-вывода это диск. То есть вы блок информации отсылаете или блок информации получаете с диска. Значит, метод доступа может быть последовательный и произвольный. Последовательный это значит, что у вас есть поток данных, которые вы можете только прочитать дальше. Вы не можете откатить на там 20 байт назад по потоку, который вам через модем шлется из интернета. Вы можете сохранить в буфер какие-то данные, и тогда вы сможете назад откатываться. Но из модема, если вы прочитали какие-то байтики, все, он вам больше никогда не отдаст. Именно эти байтики. Может, такие же. Представьте, если патроны загрузят. И произвольный метод доступа. То есть, CD-ROM, например, вы можете с любого места на диске прочитать в любой момент. Или, например, с жесткого диска. Но, в общем, с произвольным там есть интересный аппаратный момент. Мы в это затронем чуть дальше. Дальше у вас может быть синхронный метод передачи данных. Вот по ленте вы передали определенные данные. Ну, вы можете теоретически физически откатить, но это, по сути, будет приостановить один и начнете ввод другой заново. Просто там это физически внешне у вас будет другой блок информации. Ну, а синхронный вывод это клавиатура. То есть, вы в любой момент можете любую кнопку нажать. Ну, и так далее. То есть, у вас есть возможность общего доступа. То есть, клавиатура может слушать целая куча устройств. А ленту, ну, только одно. Просто взаимодействие может прочитать. Есть классификация по скорости устройства. То есть, это время задержки, время поиска данных, скорость передачи, задержка между операциями и направленность ввода ввода ввода. Только чтение, только запись и чтение запись. Ну, то есть, с жесткого, не жесткого, CD-ROM вы можете только читать. Но, вот смотрите, как вы можете сказать, Арсений, ну, как же так? Если у нас CD-RV, то тогда вы можете еще и записывать. Но, в общем, суть в чем? Это вопрос произвольного доступа на записи чтения в любой момент времени. То есть, вы не можете просто взять и записать. Вы можете заново прожечь данные на диске. Вот. То есть, например, если у вас там есть даже CD-RV, то есть, перезаписываемый диск, и, предположим, у вас есть какой-нибудь файлик, вы хотите еще что-нибудь дописать, то, ну, на CD-RV там будет понятно. У него размечена четко память на диске с физическим положением на окружностях на этом самом диске физического материала, да? И он будет дописывать дальше, удаляясь от центра. Но фокус в том, что вы после того, как записали, можете почитать. То есть, вы либо читаете, либо записываете. И, ну, очевидно, что пока вы записываете, читать нельзя. Ну, потому что так устроен дисковод. Ну, есть двунаправленные вещи, то есть, это просто жесткий диск, например, или флешка. Он умеет так читать. Вот. Так. Ну, тут, в принципе, я про это все дело уже рассказал. Вот. Ну, и еще отдельным моментом идут сетевые устройства, которые вообще, по сути, отделяют сетевой протокол от сетевой операции. То есть, по сути, они принимают на вход сетевой пакет какой-то и могут по своей реализации работать по-разному. Например, это могут быть конвейеры или пайпы. First in, first out. То есть, первое пришло, первое выйдет. То есть, мы пока не обработаем полностью первый пакет, мы другие ответы не можем отдавать. Ну, и могут быть разные там потоки, двунаправленные очереди, одноправленные очереди, почтовые ящики и тому подобное. Вот. То есть, ну, примеры сетевых устройств это вот адаптер локальной сети, самый простой, это Fernet, но это вот RJ45, вот эта витая пара, да, знаете, вот, которая втыкается. Сейчас пытаюсь вспомнить разъем типа для телефонного модема. Ну, по-моему, там тоже что-то RJ, но немножко другое. Вот. То есть, по сути, там просто у вас каналчиков. Вот если вы посмотрите на RJ45, то увидите, что у вас там каждый проводок витой пары, он идет каналчик. Ну, и, соответственно, по этим каналчикам у вас идут данные. Вот. Там отдельный интерес, каким образом байтики представляются в витой паре. Ну, например, раньше очень важно было то, в каком порядке у вас проводки с обеих сторон присоединяются к каналу. Ну, сейчас, в общем, устройства достаточно умные, они порядок передаваемых байт могут даже исправить, если вы где-то ошиблись. Ну, лучше так не делать, потому что время будет на исправление тратиться. Вот. Также может быть устройство подключения по Wi-Fi, это E800 второй серии. Ну, на самом деле, сейчас их там много реализаций, потому что там Wi-Fi шестой, например, сейчас есть, он еще быстрее. Вот. Ну, или, например, может быть просто модем такой же, как и раньше использовались в PDA Lab. Очень важная штука, как я уже говорил, это часы и таймеры. То есть, это штука, которая позволяет вам хранить информацию о текущем времени, о прошедшем отрезке времени с момента последнего чтения и иметь какие-то разные установки таймера, которые позволяют определять интервалы времени для работы с разными устройствами и фактически у нас система позволяет определять периодические прерывания с целью опроса устройств и диспетчеризации процессов. То есть, это все настраивается, как я уже говорил, вот товарищ, который делал устройства на основе лесового окружения, он это все тюнил. То есть, это все можно делать. И, ну, вот, например, в Unix-системах вот с часами можно осуществлять через системный вызов и от CTL, то есть, это, собственно, обращение к контроллеру таймера. Собственно, с ним работает процесс демон, но демон, в общем, это процесс, который фоново так работает и является частью, вот, собственно, экосистемы прерываний на уровне операционной системы. То есть, он может в какой-то момент просыпаться и чего-нибудь делать. Вот, собственно, крон позволяет вам фоново прослушивать таймер, и когда наступает определенное время производить какие-то операции. Вот, синхронный, синхронный вот-вывод. Он интересен тем, что синхронный вот-вывод, он позволяет, блокирует процесс, пока вот-вывод не закончится. То есть, он может происходить по мере доступности информации. То есть, он, с одной стороны, как бы блокируемый синхронный, но если информация не идет, то он ничего не захватывает. Вот, и этот вот-вывод сейчас стабилизуется с помощью многоподточности, то есть, каждый вот-вывод введяется в отдельный поток, собственно, по той причине, что он блокирует, то есть, мы можем основной поток оставить, например, на опросы, а отдельный поток у нас будет заниматься вводом-выводом по какому-то устройству. И не блокирующий это штука, которая позволяет вам исполнять процесс одновременно с выполнением ввода-вывода, то есть, например, это после завершения синхронного ввода-вывода подсистема может генерировать сигнал в процессе его использующего. То есть, по сути, это может быть необходимо, если у вас множество чтений жесткого диска, происходят какие-то ошибки, вы их хендлите, и при этом у вас чтение не прерывается, продолжается там, где нужно. но зачем это нужно вообще, вот этот асинхронный доступ? Смотрите, а вот у вас есть, например, веб-сервер, который отдает файлики. Ну и, соответственно, его производительность подачи файликов, она ограничена скоростью жесткого диска процессора. И смотрите, какая история. Если бы у нас был блокирующий процесс чтения жесткого диска, то мы такие, первый пользователь залетает, говорит, дай-ка мне файлик. Файлик начинает ему отдаваться, и пока он не отдастся, все такие пользователи им стоп, подожди, вот у нас там другой работает. Более того, у нас сервис на самом деле может не только отдавать файлики, но еще что-нибудь. И при синхронном выводе у нас присутствует следующее. Если мы запросили файлик, то у нас выделяется поток, который этот файлик отдает, и пока эти потоки не закончатся, мы можем новых-новых-новых юзеров принимать. Ну, важный момент, что если у нас, например, юзер запрашивать не файлик, что-нибудь еще, шина, которая отвечает за работу с файлом, у нас не используется, и мы можем эти данные гонять. Ну, то есть, поэтому, когда у нас на сервере много разных операций, то мы обычно не в процессор упираемся. Обычно там проблемы идут именно с input-output, работа с базой данных, работа по сетевому протоколу, либо работа с файловой системой компьютера, опрос, ну, там, если какие-то вычисления серьезные идут, то может быть, но обычно стараются выносить процессор, интенсивно использующий процессор операции, ну, в отдельные сервисы, где все это дело оптимизировано, и не будет из-за вот этих сложных операций блокироваться все остальное. Ну, например, вот вывод. То есть, подсистема ввода-вывода в ядре АЭС это ключевая штука, которая осуществляет планирование, в том числе упорядоченные запросы на вывод в очередях к каждому устройству. То есть, по сути, она проксирует и баферизирует запись данных памяти в процессе пересдачи между этими устройствами для того, чтобы сбалансировать устройство с разными скоростями. То есть, ну, условно говоря, у нас там жесткие диски могут быть с разными скоростями, плюс сочтение из памяти гораздо быстрее, чем сочтение по сети или с жесткого диска или там с флешки. И еще важный момент. У нас устройство может работать, например, с пакетами, размером 4 килобайта, а мы хотим в нее записать 7 килобайта или 9. Ну и, соответственно, подсистема водовывода, она разобьет на нужной части и в правильном порядке байтики отправит. Ну и, собственно, еще важный момент, что эта подсистема, она реализует систему кэширования. То есть, мы используем наиболее быструю память, в которой хранится копия данных. Ну, грубо говоря, например, если у нас есть проблема по выдаче каких-то определенных файлов, да, в нашей специальной системе, то мы можем эти файлы просто поместить в оперативку и не читать с диска, а читать их из памяти. Ну, или условно говоря, вот о чем я говорил, например, мы хотим, чтобы у нас текстуры для нашей игры компьютерной, которые могут быть очень большими, подгрузились сразу в память видеокарты и видеокарты напрямую их использовала, когда нужно отрисовать очередную модель. Вот, мы таким образом экономим время, у нас сначала все вгружается в память видеокарты, а потом уже ГПУ работает со своей памятью без необходимости обращаться к очень медленному по его меркам диску. Вот, ну и плюс еще система обеспечивает нам безопасность, то есть она резервирует устройство, которое по сути может быть только монопольным образом доступно. то есть, например, мы можем заблокировать или открыть для использования устройства. Фактически, ну вот, например, для того, чтобы просто записать чего-нибудь в файлик, мы должны открыть дескриптор на этот файлик, в персональной системе есть табличка открытых дескрипторов вообще для всех процессов, чтобы не получилось так, что у нас два процесса, один тот же файлик открыли, и эта табличка получается как совокупность всех открытых файлов в одном процессе, то есть на самом деле такая банальная штука, как прочитать данные с файлика, это нифига не простая операция, это сложный момент, где нам необходимо контролировать монопольный доступ каждого процесса к файлику, так, чтобы не получилось так, что у нас, например, в момент чтения файлика другой процесс в него пишут. но на самом деле через механизмы синхронизации можно сделать совокупный доступ к файлам, но это все делается сложными моментами, и нужно отдельный свой код написать, который будет откорректно обрабатывать, ну и там можно очень сильно косячить. Так, извините. Домофон позвонил, нужно было открыть сейчас. Продолжим с вами. Так, Егор, по поводу часов вопрос. Ну, смотрите, конечно, у часов есть пределы, они ограничены размером памяти, который в контроллере, но, в общем, там компьютер раньше сломается, чем закончится время, для которого оно может посчитать. Ну, реально, гораздо раньше сломается. И вы тоже раньше сломаетесь, скорее всего. Так, ну, собственно, вот, как раз, да, я говорил, забыл, что у меня это на схеме есть. Смотрите, в общем, хотим мы открыть файлик, мы, значит, спрашиваем у системы, какие файлики вообще открыты, если все ок, то мы записываем в таблицу открытых файлов процесса дескриптор файла, ну и, собственно, этот дескриптор используется дальше процессом до тех пор, пока не высылается. Ну, например, это нужно, если у нас несколько раз пытаемся мы поработать с файликом и при этом не закрываем, то чтобы каждый раз у системы не спрашивать, пока мы его не отдали, вот мы его можем дальше, ну, не то, что повторно открывать, переиспользовать один и тот же дескриптор. Ну, и, собственно, вот есть такой унифицированный жизненный цикл запроса на ввод-вывод. Так, сейчас, момент. Да, ну, в общем, по сути, в чем суть? Сначала у нас инициируется запрос на ввод-вывод, его инициирует обычно приложение или сама операционная система, если это ей нужно. То есть, ну, операционная система тоже, на самом деле, это своего рода приложение, просто все остальные приложения в ее экосистеме запускаются. Вот, значит, этот запрос включает в себя тип операции, то есть, ну, запись или чтение в большинстве случаев, само устройство и расположение данных, которые должны будут быть отправлены. Ну, и еще вообще, на самом деле, могут быть какие-то дополнительные параметры, которые нужны устройства. Вот, после этого включается планировщик подсистемы ввода-вывода, то есть, планируется этот запрос, ну, как я уже говорил, это нужно для того, чтобы синхронизировать медленно и быстрее устройство. И, по сути, алгоритм планировщика, он очень важно влияет на то, как вообще система быстро работает, насколько она отзывчивая, да, то есть, ну, на самом деле, это можно видеть даже на той же винде, что гораздо реже случается история, когда она там подвисает и так как это приложение не отвечает. Сейчас обычно, если такое происходит, ну, это уж прям совсем разработчики что-то налажали. Вот. Значит, ну, на Линуксе там свои приколы, вообще, есть некоторые дистрибутивы, которые специально так написаны, что заставить там систему тормозить, это нужно постараться. Вот. Ну, это специализированные решения, у них там свои ограничения, скажем так. Вообще, есть на самом деле система реального времени, в которых у вас есть четко еще количество времени, которое будет необходимо на выполнение той или иной операции. Ну, это, опять же, завязано на показатели физические, в том числе и устройства. Вот. Значит, после этого посылается запрос драйвера, который отвечает за взаимодействие с конкретным устройством, и этот драйвер, он подготавливает данные, ну, вот, как я говорил, у нас, например, размер блока может быть определенным устройством, и драйвер за нас его, наши данные бьет на необходимые размеры блоки. И еще дополнительные какие-то контролирующие сигналы, если это нужно, передают. Вот. Ну, и плюс, если надо, то блокируется процесс. Вот. После этого у нас устройство обрабатывает запрос, выдает команду контроллеру и конфигурирует контроллер на блокировку до прерывания. Вот. Собственно, затем происходит передача данных. Как только передача данных завершилась, то приходит уведомление о завершении передачи. Как только у нас приходит ответ, то приходит еще одно прерывание по завершению всего процесса ввода-вывода. то есть, ну, вот таким образом у нас по этому циклу идет выполнение запросов. Так. Давайте, я сейчас много говорил. Если есть какие-то вопросики, то вы их пишите. Так, я что-то заболтался. Я в тайминг не супер укладываюсь. Давайте я сейчас несколько быстрее пойду, потому что мне еще вам нужно некоторое количество дополнительной информации передать. Значит, вот вывод требуется процессор исполнения драйвера устройства, то есть, это код уровня E-Drive S, и вам необходимо для взаимодействия выполнять контекстные переключения, которые связаны с прерываниями. То есть, чем у вас больше этих самых прерываний, тем работать медленнее, и тем больше влияние на общую сосудность системы ваше взаимодействие устраивает. То есть, фактически, для того, чтобы вам взаимодействие ускорить, нужно сокращать количество контекстных переключений, то есть, каждое переключение имеет свою цену. Нужно сокращать объем копирования данных между буферами в операционной системе и буфером на устройстве, сокращать число прерываний, которые позволяют посредством использования больших переходов или менее часто опроса устройств, например. Самый лучший вариант – это Direct Memory Access, потому что вы фактически выделяете память, но тут важный момент, вы жертвуете кусочком своей памяти. И очень важно сбалансировать нагрузку на процессор, память и шину, и в общем и целом, если вы эффективно утилизируете ресурсы, то у вас и быстрее все будет работать. переменяет. Ну, это пример взаимодействия через терминал. Каждый раз, когда у вас набирается терминал, то генерируется прерывание, каждый раз, когда у вас набирается символ, то генерируется прерывание, потому что бывает символ простой, типа какой-нибудь буковка, бывает символ переноса строки. То есть Enter, когда вы нажимаете, значит, что нужно что-нибудь выполнить. Но на самом деле не всегда. Если вы, например, хотите перенос строки добавить в консольку, то это тоже возможно. В общем, значит, генерирование сохраняется состояние, прерывание обрабатывается, например, новая буковка появляется на терминале. Значит, драйвер устройства посредством взаимодействия с ядром переключает контекст на процесс пользователя. Затем переключается контекст на ядро. Ядро передает в драйвер устройства данные. Сетевой адаптер передает данные. Дальше вот эти данные переходят по сети. Сетевой пакет получается на аппаратной стороне. Сетевой адаптер генерирует уже на своей стороне прерывание. Состояние опять сохранится. То есть точно так же. Драйвер устройства передает данные в ядро. Ядро передает данные в сетевой демон. Переключается контекст обратно. Сетевой демон обрабатывает эти данные. Ну и, соответственно, обратно все это передается. То есть, ну, фактически вот таким циклом у вас происходит взаимодействие. Вот так, последний блок, это ИО для жестких дисков. Значит, смотрите, вот у нас жесткий диск, это, по сути, цилиндр, на котором нанизаны диски. И у вас есть головки, которые с этих самых дисков могут читать. То есть, каждое кольцо внутри цилиндра – это дорожка. Все дорожки делятся на равное число секторов. И количество дорожек цилиндров может варьироваться от одного жесткого диска к другому в достаточно широких пределах. Ну, то есть, бывают диски на 40 гигабайт и бывают на 8 терабайт. Вот. И, по сути, чем меньше сектор, тем больше у вас можно вместить информации. Ну, значит, единственным параметром планирования запросов является время, которое потребуется для выполнения очередного запроса. И важно понимать, что это в том числе и аппаратный комплекс. То есть, для того, чтобы считать сектор, нужно повернуть диск так, чтобы с нужного места на дорожке головка считала информацию. То есть, время обмена информацией между магнитной головкой и компьютером, который обычно не зависит от положения данных и определяется скорость их передач. То есть, это, ну, вот, когда уже у нас дошли, мы до нужного сектора и считали. Дополнительно еще влияет время, необходимое для позиционирования головки на взятном секторе. То есть, это сумма из времени поиска, то есть, это время, необходимое для перемещения головки, да, то есть, диск вращается, и времени, которое нужно для того, чтобы нужный сектор двинулся под головку. То есть, это сколько всего, да. Ну, и, собственно, есть разные алгоритмы планирования запросов. Это first-come, first-served, затем short-sick, time-first, уже поэффективнее. Ну, и есть алгоритмы сканирования. Scan, c-scan, look и c-look. Ну, сейчас про них чуть-чуть быстренько поговорим. Значит, first-come, first-served – это самый простой вариант. У нас все запросы организуются в очередь FIFA и обслуживаются в порядке поступления. Алгоритм, ну, это достаточно простой, там думать особо не надо, но проблема в том, что у нас из-за неоптимальных чтений может быть проблема. Сейчас вот будет задачка, я покажу, как это работает. Вот, значит, а, ну вот, собственно. Смотрите, у нас есть 100 цилиндров от 0 до 9. Есть следующая очередь запросов 23, 67, 55, 14, 31, 7, 84, 10. Сейчас мы находимся на 63-м цилиндре. Ну, можете сами придумать, подумать насчет этого. Ну, давайте буду рассказывать, чтобы время сэкономить, а то в тайминг совсем не укладываемся. Значит, у нас получится как? Мы сначала с 63-го пойдем на 23-й, потом с 23-го пойдем на 67-й, потом с 67-го на 55-й сектор. И, как можете видеть, у нас, по сути, получится, что у нас туда-сюда будет цилиндр бегать, да? Ну, вот, собственно. Вот, и проблема в том, что у нас вроде бы, сколько тут, 6 чтений, да? Нет, 6, 8 чтений, а в итоге у нас 329 перемещений будет. И на самом деле вы можете понять, что разница между вот этими перемещениями, она гораздо меньше. Вот, и то есть, по сути, у нас два последних перемещения, они будут с 7-го на 84-й, а потом на 10-й. И, ну, есть, например, алгоритм Short Seek Time First, который будет сначала прикидывать правильный маршрут, потом выстраивать в соответствии с изменением порядка чтения относительно запроса на чтение. Ну, и вообще фокус в чем? Само чтение будет происходить гораздо быстрее, чем вот в варианте FCFS. Проблема в том, что для того, чтобы построить вот этот оптимальный алгоритм, нам нужно время. То есть, если у нас, например, много чтений, которые там сильно неупорядочены, то на упорядочении вот этой операции у нас уйдет много процессорных сил, и это, конечно, будет занимать время. С другой стороны, если у нас достаточно быстрый контроллер на диске, то, в принципе, он это будет считать довольно-таки быстро, и вот эту задержку мы можем нивелировать мощностью самого девайса. Вот так. Ну, собственно, вот с вот этим подходом у нас тот же самый вариант, но будет перемещение сначала с 63-го на 67-е, потом на 55-е, потом на 31-е. Ну, по сути, будет идти по убыванию. Ну, практически кроме последнего перемещения. И вместо 329 вращений у нас будет 141. То есть, это на самом деле, во-первых, быстрее будет общее чтение, во-вторых, мы в меньшей степени будем расходовать ресурс самого диска. То есть, банально, вот на уровне алгоритма взаимодействия с физикой, с аппаратной составляющей, мы можем ускорить взаимодействие и сократить сдержки на работу этого самого устройства. Собственно, по поводу алгоритмов сканирования, ну, то есть, это поиск, где вообще это найти. Значит, скан – это головки постоянно перемещаются от одного края диска до другого, по ходу дела обслуживая все встречающие запросы. То есть, это получается, что у нас движение происходит так и так, но если вдруг чего-нибудь произвольное проявляется, то тогда мы обслужим. Чем это хорошо? Это то, что у нас среднее время будет определенно фиксировано. То есть, это может быть полезно для нашего СЛЭ. Дальше. Лук. Если известно, что обслужили последний попутный запрос направления движения головок, то можно не доходить до края диска, а сразу заменить направление движения на обратное. Собственно, здесь какая история. Если у нас, например, мы считываем 50-й сектор, а нам дальше нужно в 49-й, то мы не идем до 100-го сектора, мы идем сразу в обратную сторону. И СИСКАН – это циклическое сканирование, которое позволяет нам сделать следующее. Если к моменту изменения направления движения головки в алгоритме скан, то есть, мы достигли одного из краев диска, у этого края накопилось большое количество новых запросов, на обслуживание которых будет потрачено достаточно много времени, то эти запросы мы можем обслужить, а то, что относится к другому краю диска, которые поступили раньше, они будут ждать. Ну, то есть, мы, по сути, работаем с некоторым буфером. И для сокращения времени ожидания запросов применяется модификация алгоритма скан, которая будет работать следующим образом. Когда головка достигает одного из краев диска, она без течения попутных запросов перемещается на другой край, откуда вновь начинает движение в прежнем направлении. Ну, то есть, это достаточно такое решение оптимальное. Так, ну, окей, супер. Я все-таки уложился по контентной части до 21.30 практически. Вот. Так, Егор, по поводу, если... Да, если диск все время будет крутиться, то он быстрее выйдет из строя. Конечно, да. То есть, ну, тут какой момент. На самом деле, в силу того, что мы предполагаем, что у нас диск активно используется, он, если честно, и так будет крутиться. Вопрос в том, насколько сильно он будет крутиться, да. Ну, да, скан, он тратит. Окей, так, давайте смотрите, чего я вам расскажу. У нас по плану идет команда курса. Значит, вот наш курс замечательный. Computer Science. Ну, вот, в общем, я себя тут открыл. Вот, там, я больше десяти лет занимаюсь всякой разной разработкой. У меня основная сфера – это веб-приложения. То есть, я писал приложения, там, на Java, на JavaScript, TypeScript. Но вот сейчас, в последнее время, у меня что-то больше тенденция, ну, именно профессиональную разработку, да, я разрабатываю на Flutter и на Rust. Вот. Это позволяет мне, с одной стороны, иметь очень такой детальный доступ к адресовке. Там на Flutter есть несколько очень интересных механизмов. И при этом, если мне нужно взаимодействовать с операционной системой, или писать какой-то воспроизводительный код, то вот у меня есть Flutter, это такой язык системного программирования. Вот. Я стараюсь обширно свои знания расширять по поводу того, как работает компьютер и какие-то разные технические решения. И люблю делиться про эти вещи. Вот. Руководитель нашего курса – это Александр Коржиков. Опытный разработчик. Он давно уже этим всем занимается. Старается contribute to open source. Ну, вот, если вебом занимались, то есть такая библиотечка Jason Skin Validated Library. Это одна из самых быстрых реализаций, которая позволяет сопоставить с определенной схемой объект и произвести в валидацию корректности его содержимого. Вот. Собственно, ну, на самом деле, я самый молодой из тех, кто у нас есть. Ну, разве что Екатерина, наверное, да, близко. Вот. В общем, все преподаватели – опытные разработчики. Но есть момент в силу специфики курса. Он, в общем, ведется людьми, которые все-таки имеют опыт проведения лекций в системе высшего образования. Потому что у нас такие фундаментальные вещи. Мы тут не только код пишем, но и стараемся рассказать подробнее о том, как все устроено. И самое главное – почему. Значит, это облегчает нам работу. Потому что я, например, теорию языков программирования высокого уровня вел в ВУЗе. Это позволяет мне про какие-то вещи, связанные с разработкой, проще рассказывать. Потому что я знаю, как оно там внутри устроено. Не только на каком-то одном определенном языке программирования. Вот, например, Евгений, он плотно занимался разработкой многопоточных кросс-платформных приложений на C++, а это требует понимания того, как это все работает на железном уровне. То есть, ну, у меня на C++ продакшен опыта практически нет. Я им не занимался. Но когда я пишу код на Rusty, то мне приходится вспоминать в том числе вещи, которые я там в университете делал на C, потому что, ну, там очень много похожих решений, хотя и есть свои специфики. Олег тоже в том числе и занимался преподаванием. Ну, вот сейчас работает ведущим разработчиком в Visiology Technology. Можете погуглить, посмотреть, чем они занимаются. И вот, ну, обратите внимание, что вот там, например, если брать меня и Александра, у нас там, например, бэкграунд вебовый, Евгений занимался разработкой на C++, ну, и дополнительно там еще другие языки, там, C Sharp, Kotlin. Вот Дмитрий пишет на Java и PHP. То есть у нас, на самом деле, очень разнообразный технический опыт, и это позволяет нам, ну, релевантные знания иметь и там сильные стороны свои проявлять там, где это необходимо. Значит, по программе. Вот, собственно, сегодня, сегодня была тема пятая. Вот вывод. Но, честно сказать, в силу там особенностей текущего мероприятия, мне несколько сжато пришлось рассказать про эту тему. Есть еще несколько подробностей, которые можно будет услышать, если вы уже будете слушателями на полноценном курсе. Ну, в общем и целом, я надеюсь, что понимание того, чего мы даем, есть. Да, то есть мы в первом модуле в целом делаем введение в компьютерную систему. Вообще, что это такое? Как это вообще так получается, что кусочек кремния там металла какие-то вычисления делает, да? То есть мы вводим в архитектуру компьютером, рассказываем, что такое архитектура форма Неймана, структуры цифровой логики, показываем на примере, как это все устроено, и как это все потом прорастает в софт. Значит, затем мы рассказываем про то, как вообще устроена память с адресной архитектурой и типами данных, которые могут быть. Затем вот эта лекция по вводу-выводу. Рассказываем, что такое процессор, как он работает. На основе всех этих данных можно уже понимать, что такое низкоуровневое программирование, как это работает. И вводим немножечко лайтовенько в базовый алгоритм, который используется при программировании. То есть это вот такая вот вводная часть, которая вам позволяет настроиться и перейти в контекст. После этого блок про операционную систему. Мы рассказываем, что такое операционная система, как они работают, какие основные есть модули. Ну вот, например, вот эта подсистема ИО, ввода-вывода, это одна из подсистем. На самом деле у нас есть еще взаимодействие с процессором, взаимодействие с потоками, взаимодействие с файловыми системами. То есть это поверх ИО, отдельная подсистема EFS. Ну и, собственно, до 12 темы у нас такая теория заканчивается. Дальше идет практика. С 13 по 17 темы мы работаем с языком программирования СИ. Мы работаем со сложными типами данных указателями, управляем напрямую памятью и, значит, работаем с файлами сетью. Ну, тут да, вот 16 тема, она подкликается, это введение в компьютерную сеть, то есть мы организуем сетевое взаимодействие на языке СИ. Вот, значит, третий модуль. Это, ну, там я буду представлен, мы говорим в целом о том, какие бывают парадигмы программирования. На примере языка Python рассматриваем некоторые из них. Ну, то есть сейчас большинство современных популярных языков программирования, они мультипарадигменные, поэтому, в общем-то, нам на Python получится основные вещи показать. Хотя и Python достаточно лайтовый относительно enforcing. Секунду, проберу слово. Он достаточно легко относится к тому, чтобы писать в таком мультипарадигменном стиле, то есть он не требует от вас следования конкретной одной парадигмы. Вот, соответственно, поговорим немного про то, что такое компиляторы и трансляторы, и рассмотрим вариант объектно-ориентированного программирования на Python, в итоге, завершим это все, полирнем, рассмотрим стандартную библиотеку Python, чего у вас уже есть прямо сразу после того, как вы себе Python поставили. Ну, там еще, если я буду вести, я немножечко расскажу про такую штуку, как Anaconda. Вот, это набор кучи готовых модулей, которые там написаны сообществу и позволяют еще больший набор вещей реализовать. Значит, модуль четвертый. Это архитектура ПО. Это, в общем, типа, есть компьютер, все классно, а как вообще на этой штуке, там, на языках программирования со всеми этими знаниями делать что-то полезное, да, то есть, ну, уже приложение. Вот, в этом модуле все это подробно рассматриваем, в том числе и процесс разработки ПО. На примере интерпрайз разработки, потому что, ну, она имеет свои особенности, и местами есть преимущества у опенсорса, но, в общем, целом, мне лично больше нравится именно промышленная разработка ПО, потому что она с гораздо большей вероятностью позволяет получить ощутимость и взаимный результат. И я даже, когда занимаюсь какими-то вещами, не завязанными, например, на заработок денег, или это может быть какое-то мое личное увлечение, я все равно стараюсь использовать принципы интерпрайз-разработки. И вот, например, когда я решил свою организацию сделать по разработке, мне мой опыт очень помог, потому что мы сразу же пошли просто по правильным процессам и не тратили время на то, чтобы изобрести что-то свое непонятное. Вот, ну и, собственно, еще модуль пятый – это проектная работа, которой вы будете заниматься в течение всего курса. Это какая-то задача, которая будет иметь с собой законченный результат. Ну и, соответственно, завершаете вы курс защиты своей проектной работы, демонстрации того, что вы все это, что мы вам рассказывали, поняли, умели, и поняли, умеете, и применили на практике. Так, значит, еще знаете чего? Я вам сейчас в чат отправлю ссылку на опрос. Мне бы очень хотелось получить от вас обратную связь. Ну, если там сможете, то можете сейчас написать. Но в целом, вот эта ссылочка, сохраните ее, пожалуйста, когда вы успокоитесь, у вас будет время без отвлечения пройти, то, пожалуйста, пройдите. Мне очень важно получать обратную связь. Вот, особенности, вот этот у нас курс относительно новый. Мы по нему много обратной связи еще не получали. Хотелось бы от вас получить информацию. Вот. Ну, собственно, было бы круто, чтобы вы ответили на вопрос вообще, с каким настроением вы выходите с этого семинара. Было ли вам интересно? Были ли какие-то моменты, которые хотели бы узнать подробнее? Ну, и тому подобное. И, ну, напишите об этом. Я все эти вещи читаю. Ну, и плюс еще не только я, другие преподаватели и менеджеры с нашего курса. Вот. Значит, смотрите, еще важный момент. По поводу обучения. Слово «внести» вишню. Давайте я сейчас пофикшу. Как я вас. Да. Потому что уже внесено. Значит, у нас старт обучения 27 апреля. Действительность обучения – это 5 месяцев. Вот это 4 АК часа в неделю. Это 4 академических часа. По-русски это, значит, два раза по полтора. Да. Значит, то есть занятие в 20 часов, во вторник и в четверг. Вы приходите на лекцию. У вас идет также стрим. Единственное, в Zoom. Это удобнее, потому что вы сможете в процессе быстрее со мной взаимодействовать по чату. Ну, со мной и с другими преподавателями. И плюс вы еще сможете говорить. Значит, пупупом. Чего еще хотел сказать. Так. Да, про необходимые знания. Значит, хотелось бы, чтобы у вас был какой-то базовый опыт с любым языком программирования. Хотя бы какие-то основы. Ну, банально умеете там написать какой-то Hello World и запустить его. И желательно, чтобы у вас был опыт использования IDE и такой штуки, как Git. Ну, в общем, честно вам скажу, мы на самом деле про это все тоже рассказываем. Поэтому вам достаточно будет пару видосов на YouTube глянуть. И это, ну, и базовое представление об этом, чтобы хотя бы слова знакомые. И там, ну, визуальное представление консольки тоже было как-то знакомо. Ну, в общем, в целом мы к этому готовим. Вот. И, по сути, вам этот курс даст возможность создавать и выполнять маленькие программы на питоне. Вот. Не могу сказать, что вы там сразу же научитесь небольшой интерпрайз писать. Но у вас хотя бы будет понимание, как это делается. И вы сможете применять принципы разработки ПО с ключевыми понятиями IT и разбивать это все дело на задачи проекта. То есть у вас будет понимание, как к этому можно прийти. Вот. Значит, будет у вас умение работать с низкоуровневым япом, таким как Assembler. То есть это язык программирования, наверное, сейчас один из самых низкоуровневых. Ну, можно еще отметить там какие-то промежуточные байт-коды виртуальных машин. Вот. Не так уж часто на Assembler прямо так пишется, но бывает иногда. Вот. Значит, вы сможете писать программы на C. И самое главное, что у вас будет понимание того, как работает и развивается компьютерная система, как работают сами компьютеры, процессоры, какие алгоритмы используются, на основе каких архитектур строятся системы. И дальше вы сможете это все применять на практике. Ну, вот, например, вот еще по поводу выпускного проекта, что это может быть. Например, это написание CLI-чата на C или WebAssembly. То есть это Common CLI, это Common Line Interface. То есть вы сможете, например, написать чатик, который компилируется в WebAssembler, имеет сервер и клиент, и за счет WebAssembler вы можете его запускать на любой операционной системе без перекомпиляции. Ну, на C придется компиливать под отдельную систему. Но с WebAssembler там другая история, там вам придется поставлять еще, либо требовать для установки какое-то окружение, которое от WebAssembler будет запускать. Второй вариант – это создание простого интерпретатора языка программирования. Ну, собственно, вот это я люблю такую задачку. У меня дипломная работа, это мой язык программирования небольшой был. Вот я это все люблю очень. Еще один вариант – это написание системы контроля версии исходного кода на C или Python. Ну, то есть вот типа как Git или Subversion или Mercurial, вот такие вот вещи, вы сможете подобные вещи сами реализовать. Ну и четвертый проект тоже достаточно интересный. Это все системное программирование, создание простейшей базы данных. Ну, на самом деле, насколько она будет простая, это будет уже зависеть от ваших навыков. Можно, например, написать свою систему поиска, типа как Elasticsearch или Mailsearch. Или, например, сейчас популярно делать свои векторные базы данных, которые позволяют вам вгружать данные понятные, векторизованные для систем машинного обучения. И, ну, например, чтобы штуки, которые работают с текстами, могли научиться работать с картинками. Вот такого уровня проекта у нас будет. Это может сейчас звучит как-то прям вау-сложно. На самом деле, это достаточно простые проекты. Ну, в тысячу строк кода можно уложиться, практически любой из них написать. Конечно, можно совершенствовать, делать лучше и больше, но, в общем и целом, достаточно будет вот такого решения. Это вполне посильно для любого человека, который просто ответственно занимается. Так, окей, напомню. 27 апреля на старт. 27, извините, тут 0,4. И вот этот QR-код, он живой. Вот его, если что, можно использовать, если вдруг будете смотреть в записи, или сейчас можете нажмакнуть телефон, и вот оно вас перекинет куда надо. Так, всем большое спасибо. Пожалуйста, пройдите опрос, когда у вас будет время. И это мне очень важно. Все, на этом наше занятие завершено. Всем большое спасибо за участие. Надеюсь, что мы с вами увидимся на курсе непосредственно. Так, ну, вроде бы чатик пустует у нас, так что всем большое спасибо. Хорошего вечера.